Приветствую вас, я бы хотел вам ответить, наверное, даже не с точки зрения психологии здесь, не как психолог, а просто как человек, который вот прочитал ваш такой вопрос, да, и хочет на него ответить, как бы, ну, просто вот человек, который просто изучил ваш текст, изучил вашу проблему. Итак, вы пишите, как быть с бесконечным попытком желающих получить всё бесплатно. Ирина. Здесь, в первую очередь, играет фактор того, какие потребности у людей. То есть, ну, в зависимости от сезона, в зависимости от экономической ситуации людей, в зависимости от корреляции между экономической ситуацией людей и их проблемами, и, соответственно, платежеспособностью за помощью на, как бы, за помощью на сайтах обращаются люди, которые не имеют возможности оплачивать. Вот если бы они возможность такую имели, они бы обратились, ну, например, куда-нибудь в какое-то более такое, по их мнению, надёжное учреждение, надёжное заведение, ну, надёжный какой-то цирк, да, когда ты человека видишь, там из человека объявление и так далее. Причём не важно, эзотерик это или психолог. Абсолютно. Вот. Соответственно, этого не происходит, соответственно, этого не происходит, что у людей есть определённые трудности. А я, конечно, не знаю, в какой стране вы проживаете. Может быть, вы проживаете в России, может быть, вы проживаете где-то ещё. Вот. Ну, поскольку говорите вы на русском, то, соответственно, сделаю предположение, что живёте всё же в России или, по крайней мере, ориентированы на русскоговорящих клиентов. Вот. И, собственно, в таком случае, вот если вы ориентированы на именно русскоговорящих клиентов, то в таком случае ситуация выглядит именно вот так, как я её описываю. То есть у людей есть некоторые трудности экономические, и именно это мотивирует их обращаться на сайт. Кроме того, не стоит забывать о рекламе и о том, что люди выцепляют взглядом, своим взглядом. Люди выцепляют, как правило, ну, только то, что люди выцепляют, только то, что им хочется, только то, что им нужно, только то, что им нравится, только то, что они хотят их получить. Вот. То есть я имею в виду, в данном случае, что они вот увидели, например, что у вас там, к примеру, написано, что на первый вопрос там отвечаете, грубо говоря, бесплатно, да? Ну, допустим, допустим. И всё. И человеку этого, в принципе, достаточно. Он начинает думать, что вы ему ответите, ну, будете отвечать как бы бесплатно. И он уже на это настроился. То есть такой момент. И опять же, некоторая экономическая ситуация, она на это влияет. Нельзя отменять этот факт. Нельзя с ним не считаться. Вот. Поэтому поток, как вы говорите, клиентов, которые вот как-то хотят получить бесплатно помощь, да, поток, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, как бы, он вполне, этот поток нормален. С точки зрения, вот, соответственно, тех факторов, которые я назвал вам. Дальше. Значит, раньше этот вопрос у меня не стоял так остро, но в последних не поняла, что нужно что-то менять. А вот смотрите, вы пишите, я поняла, что нужно что-то менять. А вот что навело вас на эту мысль, что вот нужно что-то менять? Что конкретно вас навело на эту мысль? Что, условно говоря, ну, грубо говоря, что, условно говоря, послужило точкой кипения, допустим, для вас? То есть, было бы очень здорово, на мой взгляд, этот момент, на этот момент обратить внимание. То есть, клиентов, например, появилось больше, то есть, наплыв клиентов, вы почувствовали. Или, может быть, ещё какие-то, ну, какие-то ситуации произошли, что вас, вот, условно говоря, это вывело из равновесия, да? То есть, что произошло? Почему вы решили, что пора что-то менять? Вот. Как бы, ну, тут просто история ещё в том, что на сайте, насколько я знаю, на сайте есть достаточно чёткая такая система. Система защиты экспертов от бесплатного консультирования, да? То есть, вы можете просто с человеком пообщаться, вы можете просто рассказать, например, ему, как говоришь, ответить на вводные вопросы и, соответственно, сразу сказать ему, что ваши услуги платные, и всё. Вот. То есть, и, судя по всему, какое-то время вас это, ну, в общем-то, вполне устраивало. А что-то произошло потом, что-то случилось потом. То есть, вот, потом, почему-то вас это устраивать перестало. То есть, что-то изменилось. Вот, что изменилось, нужно определить. По моей статистике, из 86-ти обратившихся ко мне людей, лишь два человека оплатили мой труд. Хотя у меня нет категоричности в этом, в этом пункте работы. Ну, опять же, здесь есть какое-то противоречие. Ирина, в том смысле, что вы говорите, что из 86-ти два человека оплатили ваш труд. Ну, во-первых, кроме того, что это, ну, что это действительно такая вот статистическая история, то есть, это действительно так, что платежеспособных клиентов всегда меньше, чем не платежеспособных. Ну, потому что, ну, я благо, мне не нужно объяснять, почему, почему так происходит, а? Вот, это тут, вот, усилия. То есть, если, грубо говоря, деньги здесь определяют усилия. То есть, если у человека есть возможность оплачивать, то он прикладывает больше усилий. И меньше усилий человек прикладывает в том случае, если возможности оплачивать у него нет. Поэтому тут, как бы, это самый такой элементарный пример и самое элементарное вскрытие того, почему не платежеспособных клиентов больше, чем платежеспособных. Потому что кто-то приходит изначально с идеей оплачивать, а кто-то приходит изначально с идеей не оплачивать. И на это вы повлиять не сможете никак. Далее вы пишите, у меня нет категоричности в этом пункте работы. Если человеку действительно интересно и важно что-то узнать, я погружаюсь и исследую его вопросы своими инструментами и, в принципе, не претендую на большие гонорары. А иногда достаточно осознание того факта, что мои слова были услышаны и полезны. Смотрите, ну, мне честно кажется, что здесь у вас есть противоречие. То есть, вы, с одной стороны, говорите, что вам нужны гонорары. Вот, то есть, не простите, не нужны гонорары. Вы, с одной стороны, говорите, что вам не нужны гонорары. И, с одной стороны, вы говорите, что готовы помогать людям, если я правильно вас понял, готовы помогать людям, которые действительно в этом нуждаются. И я верю в то, что вы чувствуете, когда человек действительно нуждается в помощи. Я в это верю. Но, не каждый человек, кто действительно нуждается в помощи, например, хочет и может оплатить. Это первое. Второе. Не каждый человек, который действительно нуждается в помощи, готов оплатить. По разным причинам. Не каждый человек готов это сделать. Во-вторых, вот, наверное, это уже будет, наверное, это уже будет в третьих. Наверное, это уже будет в третьих. Если человек действительно нуждается в помощи, он может вам, несмотря на неначу, то он может вам все равно не доверять. И с этим вы тоже ничего поделать не можете. Поэтому, если вы ставите во главу угла, значит, например, помощь людям, которые действительно нуждаются в помощи и чувствуете это, то вы просто помогаете людям, которые нуждаются в помощи. И все. Если вы видите, что человек в помощи, там, допустим, не нуждается, если вы видите, что человек нуждается в помощи не действительно, то вы ему не помогаете. И все. Но если для вас деньги, например, сейчас приобрели большую значимость, чем раньше, то вы ужесточаете, как бы, условия работы с вами, и всё. Это приведёт к тому, что вы сэкономите кучу сил, сэкономите кучу времени и себе, и клиентам. Вам нужно определиться, вы работаете для помощи или вы работаете для денег, то есть что вы ставите в углу угла. Значит, дальше. Я наблюдаю постоянно краткие запросы. Вопросы похожи на спам, когда явно мой профиль был проигнорированный клиентом, все эти вопросы всем подряд. Здесь, Ирина, я полагаю, что если администраторы ответят, кто-то из администраторов ответит на вопрос, увидит ваш вопрос, я думаю, что они ответят. Это связано с тем, что привлечение клиентов ведётся через виджеты. И клиент просто задаёт вопрос на другом ресурсе, а его вопрос уже перенаправляется вам. Ну, это работает не только с вами, это работает и с психологами, ну и со всеми, в общем, экспертами ресурсов. Вот. Такая история. Поэтому и есть ощущение иногда, есть ощущение иногда, что клиент вот такое впечатление, да, что вообще игнорирует вопрос, игнорирует профиль и так далее. Это связано с тем, что он приходит из другого ресурса, и вопрос он свой задал на другом ресурсе. Не на этом, не на Лайф Эксперте. И ваш профиль он не видел, а ваш профиль ему просто попался, как, ну вот, в результате того, что вы, например, подключены к программе, привлекающей новых людей. Вот это я вам сейчас пытаюсь объяснить, почему люди шлют такие вопросы, запросы, спамы и так далее. Вот. Конечно, это не исключает того факта, что есть действительно те, кто, ну, кто действительно, вот, какой-то спам рассылает, да, и пытается просто у всех экспертов, ну, набрать ответов. Это, безусловно, тоже так и есть. Дальше, значит, так, когда явно мы, так, явная незаинтересованность в погружении и решении проблемы, а просто любопытство, то ли попытка узнать план жизни без проживания самой жизни. Ну, если вы это чувствуете, то вам нужно, вам, вы можете просто это игнорировать. Что вам это мешает сделать, не очень понятно. В общем, начинаю игнорировать запросы, немного чувствую вину и растерянность для того, чтобы я бы и могла как-то помыть, но чувствую, что это либо будет местометание бисера, либо крайне неравный энергообмен. Ну, смотрите, получается, что вы испытываете чувство вины за то, что более ценностно хотите относиться к своему другу. Получается, что вы испытываете чувство вины за то, что хотите более ценностно, в большей степени, условно говоря, ценить свой труд. Получается так, как я это вижу. И я, конечно, понимаю, что вы вряд ли обратились за именно психологической помощью, но на мой взгляд, на мой взгляд, то, что происходит, то, что вы делаете, это просто-напросто сомнение в том, насколько ценно и важно тот труд, который вы делаете. То есть вы оцениваете свой труд недостаточно и оцениваете свой ресурс недостаточно для того, чтобы считать его ресурс достойным, оплатой, достойным того, чтобы его, к примеру, ну, к примеру, да, чтобы его, к примеру, оценили и так далее. Вот. Это выглядит так. Это выглядит как некое такое сомнение в самой себе. Вот как это выглядит. Я не утверждаю сейчас наверняка, я просто делюсь с вами вот некими такими своими мыслями, которые у меня по этому поводу есть. И, опять же, вам нужно определить, что для вас в работе важнее всего. Если сейчас вы чувствуете перенос акцента в сторону, допустим, все-таки денег, то ничего плохого в этом я не вижу. Ничего плохого в том, что вы больше, ну, сильнее цените свой труд, я не вижу. Ничего плохого, ничего страшного в этом, на мой взгляд, нет. Вот. Значит, вам просто нужно это признать. Признать, что случились некие события, ну, вот, в вашей жизни, которые повлияли на ваше восприятие, на восприятие, вот, собственно, того, что вам нужно, того, что вам важно, того, что вам ценно. Понимаете? Какая штука. И это, это, в принципе, нормально. Или вы чувствуете, что ваши ценности, которыми вы ранее руководствовались при своей работе, перестали вас удовлетворять. Это тоже, в принципе, вполне нормально, если ситуация действительно так складывается. Это тоже нормально. Но, еще раз повторю, желательно, чтобы вы себе в этом признались, чтобы вы признались в том, что что-то изменилось, что-то стало иначе, что-то стало по-другому. Потому что, вы, ну, вы не можете быть, условно говоря, одинаковой всей жизни. Да? Вы меняетесь. И меняется ваша жизнь, меняется, ну, меняются, грубо говоря, цели вашей жизни и прочее, прочее, прочее. Это нормально. Ну, нормально все это происходит. нормально всё это становится так, становится вот таким. Другое дело, что желательно, чтобы вы опять-таки признали это, чтобы вы сказали себе, что да, вот я такая, и мне как бы вот важно, нужно сейчас вот это, что мне важно и нужно вот что-то другое, и всё. И я не думаю, что кто-то вас, например, там, условно говоря, ну, может обвинить в том, что вы делаете что-то плохое, вот, понимаете? Ага, вот, в принципе, наверное, так, наверное, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, какие-то события, вот грубо говоря, да, какие-то события в вашей жизни произошли, какие-то события в вашей жизни случились, какие-то события в вашей жизни имели место, и некие изменения в вас назревали, некие изменения в вас вызревали. Сейчас они вызрели, но вы по привычке, возможно, по привычке, возможно, и, скорее всего, в некоторой степени по старой привычке, вы просто-напросто пытаетесь удержать прежний, как бы, ну, прежний курс, вот. Хотя сделать это, в принципе, невозможно, сделать это нереально, потому что прежнего вас уже нет. И это, кстати, хорошо, что прежнего вас уже нет, потому что любой человек растет, любой человек развивается, любой человек становится каким-то вот, ну, новым, становится другим, и мне кажется, что все, что вы можете сделать, вот реально то, что вы можете сделать, это, собственно, просто следить за своими переменами, следить за своими изменениями, вот, и смотреть, куда они эти изменения вас ведут, и туда ли они ведут вас, куда вы хотите. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, надеюсь, что подобные мои размышления вам помогли, я старался не особо включаться здесь в психологические аспекты, вот, такие, как, например, чувство вины, допустим, да, которые, скорее всего, проявляются у вас не только вот в, ну, в этих, в этих аспектах, но и еще в каких-то других, вот, я сразу особо этого не касаться, я хотел раскрыть то, что раскрыл. Вот, на этом все, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы все-таки найдете выход из своей ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok